Отбор и разведение семенников Процесс селекции позволяет вам постепенно адаптировать растения к среде, вашим потребностям и пожеланиям. Очень важно заботиться о семенниках во время их роста, ведь они дадут семена для последующих поколений овощей и фруктов. Поэтому очень важно тщательно подбирать первые семена и внимательно следить за процессом их роста. Селекция, проведенная только на основе плодов, не будет отражать все характеристики, связанных с развитием растений. Критерии отбора должны быть точно определены, поскольку они будут определять выбор растений для производства семян. Прежде всего следует учесть критерии, характерные для подвида, такие как устойчивость к болезням, урожайность, скороспелость. А также более субъективные критерии, такие как вкус и внешний вид. Следует также учитывать способность растений адаптироваться к своей среде и методам выращивания. Самое главное знать с самого начала, каким аспектом вы хотите предоставить приоритет. Ведь на протяжении многих поколений разнообразие будет развиваться, а определенные характеристики станут менее присутствующими или доминирующими. Иногда глупо проводить процесс отбора. Это тот случай, когда от редкого подвида, которому угрожает исчезновение, осталось очень мало семян, поскольку не будет достаточно растений, выращенных в первый год, чтобы можно было проводить селекцию. Вы также можете решить сохранить подвид таким, какой он есть, без процесса селекции. В этом случае вы берете все элементы подвида, даже если есть сильное несоответствие, чтобы поощрить генетическое разнообразие. Это создает мощную способность к адаптации и обеспечивает резерв потенциалов, которые могут послужить основой будущего отбора. Важно четко обозначить растения, выращенные для производства семян, чтобы их отличать от тех, которые выращиваются для плодов. Составление плана сада с указанием расположения каждого подвида поможет вам их найти, если этикетки исчезли. Полный цикл растений к сбору их семян часто длиннее, чем у тех, что выращиваются для получения плодов. Например, салат можно есть через 2-3 месяца, но его полный жизненный цикл к сбору семян составляет 5-6 месяцев. Существует много двухлетних растений, например, морковь, которая цветет и дает свои семена на второй год роста. Субтитры создавал DimaTorzok Лучше всего зарезервировать небольшой уголок сада специально для производства семян. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok